Ассаламу алейкум, здравствуйте, братья и сёстры, с вами Коча ТВ, совсем недавно со мной связалась девушка, которая проживает в Дагестане, и она заявила, что Надежда Михайловна вела её дело, и это дело завалило. Скажу честно, я сразу и не поверил, ну потому что знаю, сколько людей любит меня подставить, но после того, как она продемонстрировала мне материалы, после того, как она скинула мне фотографии вместе с ней, да, и я такой, ни хрена себе, да, и попросил, опять же, мне вкратце объяснить, что вообще произошло, как случилось, ситуация, честно скажу, похожа на историю Влада Бахова, потому что там тоже специально, как я понимаю, тянули, да, и странно, что сначала у нас череп 70-летнего человека, потом он трансформируется у нас в череп 16-летнего человека, сначала останки могильные, потом не могильные, сначала версия СК, что было убийство, потом это лично её версия, ну то есть, честно скажу, вопросов масса, да, и я, например, да, доверяю, можно так сказать, вот этой девушке, потому что она мне привела доказательства, что действительно Бородкина вела её дело, и в дальнейших видеороликах я вам всё это буду показывать, и вот недавно, да, кстати, там один засранец в маске говорил, что я там чуть ли не работаю на Вербицку, я это тоже потом прокомментирую, тоже потом отвечу, потому что, да, вот некоторые, наверное, забыли, но никто, да, я что-то не стал задавать вопросом, а куда ушла Вербицкая, Фролова и Катаева, и вместо того, чтобы просто позвонить мне и спросить, да, почему вот так всё произошло, я даже этому, кстати, человеку отвечал, что это всё благодаря мне, потому что я сделал так, чтобы они ушли из этого дела, и в дальнейшем я всё объясню, ну и теперь давайте продемонстрирую ролик вот этой девушке. Всем добрый вечер, всем здравствуйте, это первое обращение в моей жизни, никогда ранее ничего такого не делала, но это, поймите меня правильно, крик души. В первую очередь обращаюсь к семье Влада Бахова, я искренне вам соболезную, я искренне вам сочувствую сил вам и терпения. Второе, что я хотела бы сегодня сказать по поводу адвоката Бородкиной, Бородкиной, Надеждой Михайловной. Бородкина, страшный путь я прошла с ней, путь обещаний, путь обмана, путь фальши. Бородкина вела материал моего мужа, дело моего мужа и завалила дело моего мужа, максимально завалила дело. Вы знаете, я связалась с ней как? Как я с ней вообще связалась? Она в республике Дагестан, в городе Махачкала, хвалится, хвастается тем, что она была сотрудником СК. Но вопрос, каким была она сотрудником? Все это узналось-то в конце, когда уже было все сделано и когда уже все было максимально завалено. Жалко, что поздно. Но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Сплошной обман, сплошные обещания, сплошная тяга времени. Для чего? Для своей выгоды. Ободрало деньги. Я просто, мне даже страшно называть эти цифры. Просто для обычных людей эти цифры будут реально страшными. Семье Влада Бахова я хочу сказать, пока не поздно. Пока не поздно. Я вас очень прошу, избавляйтесь от нее. Ничего хорошего, ни к чему хорошему вы не придете с ней. Вы останетесь ни с чем. Так же, как и я, и мы, и наша семья, в принципе. Не хочу. У вас и так горе. Горе на горе. Это просто нормальный человек не выдержит, понимаете? Это очень тяжело. Поймите меня правильно. Я обычный человек, обычная девушка с республики Дагестан, с городом Махачкала. Обращаюсь к вам, к людям. Я хочу, чтобы люди знали, чтобы люди понимали, какой человек может быть на самом деле, понимаете? Это страшно, когда такой адвокат у вас в деле. Это очень страшно. Всем большое спасибо. Надеюсь, меня поняли. Надеюсь, меня услышали. Но семье Баховых терпение. Терпение вам. А шаринка? Смотрите, ладно. Стойте, стойте. Смотрите, Тамила. Я сейчас включил диктофон, вас предупреждаю. И вы мне сейчас сказали, что Бородкина вам говорила про меня, когда вела ваше дело, верно? Да. Просто я прекрасно знаю, как этот человек очень сильно меня ненавидит. И благодаря этому вы смогли на меня выйти, верно? Как у нее там, я не знаю. Но очень много раз я слышала о Кочу. Так как весь материал Влада, весь материал Бахова исходил от тебя. Не раз было такое, что сидя у нее в офисе, она с тобой вела интервью, что ли, переговоры вела телефонные. Не, мы с ней просто разговаривали. Я просто... Да. Да, Тамила. Может быть, да, да. Это был обычный разговор. Да. И я как бы интересовалась. Я говорю, Надя, а кто что? Да, вот, говорит, есть блогер там, туда-сюда. И я как бы тебя просто запомнила, я не имела представления ни о каких сайтах, ни о чем. Просто вот это слово, вот, Коча, я запомнила его. Не, просто смотрите. Ну, ладно, я думаю, не нужно рассказать подробности сейчас, да, какой у нас с ней еще возник конфликт. Я это потом расскажу. Огромное вам спасибо, что вы со мной вышли на связь, что вы мне все вот эти материалы скинули. Обязательно потом все это обсудим, покажем, расскажем. Спасибо еще раз за этот видеоролик. Можно сказать вам спасибо. Вам спасибо в первую очередь, что я нашла, нашла на самом деле тебя. Я очень долго искала, реально. Ага, ну, Коча на самом деле легко запоминается. Нет, просто, знаете, я вот одно не могу понять, да, то есть, ну, люди же все равно видят, да, то сначала вот в этом же деле Влада, сначала череп старика, потом он быстро становится черепом молодого человека. Хотя я до этого писал в Кесной комитете. Да, это ее интриги. Да. Это ее интриги. Я не раз от нее это тоже слышала. Вот она со своей дочуркой сидит в офисе и обсуждает, как она крутит, вертит этот материал и насмехается над этим. А мне не смешно, мне реально не смешно. Она просто не понимает боли этой семьи. Ей вообще над всем смешно, видимо, в этой жизни. Просто она реально с проблемами не столкнулась. Ну, я не буду утверждать, я этого не видел. Просто, да, я охренел от того, что вы мне сказали, то, что вы с ней были знакомы. Я специально даже покажу фотографии те, которые вы мне скинули. Могу их, да, опубликовать? Она жила у меня в квартире, Коча. Она жила у меня в квартире. О, даже так. Она жила. Она жила у меня в квартире целый месяц. Вернее, вру. В квартире моей матери. Да. Она жила в квартире моей матери. То есть вся квартира была предоставлена в её распоряжение, так как она ввела материал моего мужа, дело моего мужа. Ей было предоставлено всё. Но почему-то она этого человеческого добра, она его не поняла. И развернула всё так, как ей надо. Ну ладно, Томила, я вас понял. Не хочу затягивать данный видеоролик. Ещё раз спасибо, что вышли со мной на связь. Вы даёте разрешение на публикацию нашего разговора и фотографии, которые вы мне скинули? Да, конечно. Всё, спасибо вам большое. Я буквально сейчас вот залью этот ролик. Хорошо, очень хорошо. Там потом я ещё кое-что про неё покажу. Это просто маленькая часть, чтобы люди просто подумали. Да, я не утверждаю, но сначала вы, теперь в деле Влада, вот какие-то вот у неё там то завтра, то завтра, то череп старика, то могильные остатки, то не могильные. То есть, конечно, завтра она ни к чему не придёт. Она просто ради денег это делает и всё. Она очень жажда на деньги. Смотрите, да, вот как я понимаю, вы ей платили с личного кармана, да? Да, конечно. Потому что сейчас, поскольку я знаю, её работу оплачивает мемориал. Имеется в виду, что они нанимают адвокату, и адвокату выгоднее просто, знаете, держать это дело, не отпускать и постоянно затягивать-затягивать, и, соответственно, человек получает выплаты от мемориала. Ты знаешь, Миша, ещё кое-что тебе добавить я, что я тебе хочу добавить, пока не забыла, что таких материалов, заваленных ею, здесь много. И ты знаешь, очень жаждет люди об этом сказать. Ну, смотрите, со мной ещё один человек связывался, у которого вела дело Надежда Бородкина. Ну, может быть, я, честно говоря, у меня времени нету, но, может быть, я тоже со всеми свяжусь и будем разбираться, почему так происходит, да? В общем, ладно, я пошёл. Давайте, держитесь там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok